Мы сделали уникальный проект, результатом которого стала рукописная книга памяти. Мы помним о той войне. В ней воспоминания о войне ветеранов Великой Отечественной и тружеников тыла. Библиотекари Балаковского района ведут эту книгу памяти с 2010 года. Истории соотечественников переделали в видеопрезентации и выложили в соцсети. Кстати, когда мы в домашних условиях зачитывали эти воспоминания, то нам и звонили, и потом уже в соцсетях свои комментарии оставляли, что вот вы прочитали о моей маме, откликались. То есть это читают. Сейчас Светлана Солоницына вместе с коллегами готовит второй том книги «Дети войны». Старается успеть к финалу конкурса «Слава достойной памяти». Его организовал депутат Госдумы Николай Панков. В проект решила включить и интерактивный библиоквиз «Битва». Первую игру среди местных жителей провели еще до самоизоляции. Какая была изюминка? Немножечко такая подсказка в виде фотографий, рисунков. Я говорю, вот некоторые запутывались, глядя на эту фотографию и рисунок, а некоторые сразу же догадывались, что же, какой ответ кроется в этом вопросе. Нашим участникам настолько понравилась вот эта новая форма наша, что они уже готовы были чуть ли не каждый месяц собираться. По словам Светланы, в ближайшее время планируют провести библиоквиз, но уже для школьников. Возможно, придется играть в онлайн-режиме. Из-за ограничений большую часть работы перевели в этот формат. У многих из библиотек есть компьютеры, и они уже информацию переводят в электронный вид, выставляют ее на сайт, в соцсети. То есть много людей уже откликается на эти публикации. То есть земляки реагируют. Просмотры, например, я так мониторю соцсети и смотрю, что просмотры по сельским библиотекам, 600-500 просмотров каждой публикации. Финал конкурса состоится в ноябре. Победитель выиграет поездку в город-герой Волгоград. Сейчас Светлана Слоницина работает над своей презентацией. Завершить проект планирует стихами о войне, которые прочитает и запишет на видео вместе с балаковцами. Павел Фетилев, Роман Шельдяев, Саратов, 24.